Новейшие достижения в медицинской сфере сегодня позволяют говорить о том, что рак у детей перестал быть фатальным заболеванием. По данным статистики, в Рязанской области ежегодно выявляется от 10 до 30 случаев онкологических заболеваний у детей. Однако самой главной проблемой является запущенность, то есть выявление онкозаболеваний на третьей-четвертой стадии. Происходит это по большей части из-за отсутствия настороженности у родителей и у педиатров. В этом смысле мы очень много за последние годы сделали. Существует и четко выстроена схема оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями. Трехуровневая система, начиная с кабинетов детского онколога, далее отделения либо интенсивной химиотерапии, либо онкологические отделения детские. И на третьем уровне это уже федеральные центры. На сегодняшний день главная задача научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии – раннее выявление онкологических заболеваний у детей. В этом специалистам помогают новейшие оборудования и современные методы исследований. Важную роль в диагностике именно детских онкологических заболеваний играет исследование внутренних органов, которые проводятся в кабинете УЗИ, оснащенном самым современным оборудованием. Кроме того, в научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии располагается один из самых современных рентгенологических кабинетов, оснащенный комплексом, имеющим низкую лучевую нагрузку, что особенно важно для детей. И, наконец, в центре работает современная лаборатория, в которой проводятся исследования, позволяющие на самом раннем этапе выявить целый ряд онкологических заболеваний у детей. Все это в комплексе позволяет нам достаточно своевременно и быстро выявлять онкологические заболевания и далее направлять детей уже на следующий уровень, на второй или даже, может быть, сразу на третий уровень федеральный. Нужно отметить, что структура детских онкологических заболеваний отличается от структуры заболеваний взрослых. Среди детей примерно 70% от всех заболеваний составляют острый лейкоз и опухоли центральной нервной системы. Для того, чтобы не запустить болезнь, родителям следует уделять внимание таким тревожным признакам, как резкая смена настроения у ребенка, сопровождающейся температурой, головные боли и потеря веса. Сегодня для родителей созданы специальные фильмы, в которых подробно рассказано о симптомах детской онкологии. И самое главное помнить, онкологические заболевания у детей – это не приговор. Они успешно лечатся и в большинстве случаев ребенок полностью выздоравливает. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город».